Здарова! Все мы хотим зарабатывать на криптовалютах, и при этом, чтобы способ был еще и безопасным. И в этом видео я готов поделиться с вами новой схемой заработка на SLC. Ведь недавно я участвовал на бирже Coinsbit в SLC и поднял там несколько иксов, а также проследил и за другими SLC, проанализировал их и понял, что схема реально рабочая. И самое главное, она еще и безопасная. В этом видео я поделюсь с вами лайфхаками, также расскажу, как зарабатывать на SLC, что это такое, и покажу механику. Ведь во время участия в SLC я включил запись экрана, и сегодня вы сможете увидеть сами, как оно проходит, и какие иксы там можно взять. Ну что ж, если вы хотите зарабатывать, и еще и при этом безопасно, тогда смотрите это видео до конца. Погнали! И начнем с того, что же такое SLC. SLC это поддержка листинговой монеты. Механика очень похожа на IEO, но здесь еще и есть дополнительная страховка. На бирже выставляется ордер на откуп монет у участников SLC по первоначальной цене. То есть, к примеру, если первоначальная цена была по одному доллару, то на бирже будет выставлен ордер на покупку этих коинов, которые продавались участникам, также по одному доллару. И в этом мы можем убедиться по предыдущим SLC. И также в SLC можно взять отличные иксы. Для того, чтобы поучаствовать в SLC, вам нужно просто зарегистрироваться на бирже, ссылка будет в описании, пройти простую верификацию и далее уже пополнить свой счет. Обычно торги идут к биткоину, поэтому лучше всего пополнить именно в биткоине. Но если вдруг вы пополните в другой валюте, как это сделал я при участии в SLC, то вам нужно просто перевести их, во-первых, с основного баланса на торговый счет, а далее уже открыть торги. Например, у меня были токены USDT, и я на торгах их конвертировал в биткоин. На бирже Coinsbit проходила SLC токена Live. И чтобы максимально заработать, мне нужно было поймать токены по первоначальной цене. Как я это сделал? Для начала я сделал несколько подготовительных действий. И первое, что вам нужно сделать после того, как вы выполнили все условия, зарегистрировались на бирже, прошли KYC и пополнили свой счет, и перевели эти деньги на торговый счет для того, чтобы можно было торговать, вы можете отменить подтверждение ордера. Это делается очень просто. Нажимаете вот здесь вот кнопку «Отменить ордер». И когда вы будете его создавать, биржа не будет у вас требовать подтверждения, тем самым вы сохраните несколько секунд. Так как я уже участвовал в предыдущих SLC, я знал то, что во время того, когда открываются торги, на бирже начинает огромное количество участников выставлять ордера. И биржа начинает подтопливать. И поэтому, когда подходит время торгов, нужно обновлять страницу. И соответственно, цена, по которой вы хотите купить, обнуляется. Поэтому первоначальную цену я советую вам скопировать в буфер обмена, а также потренироваться в выставлении этого ордера. То есть вы можете нажимать постоянно «Обновить страницу», вставлять цену, количество и нажимать кнопку «Купить». Для того, чтобы во время SLC оказаться одним из первых людей, которые купят токен по первоначальной цене и заработают максимальные иксы. Что, собственно, я и сделал. Я начал тренироваться еще перед самым SLC. Несколько раз прогнал эту схему, подготовил, так скажем, набил руку. И когда подошло время, я начал сразу же выставлять лимитный ордер. Цена у меня уже была в буфере обмена, поэтому проблем для меня это не составило. Но биржа в это время начала все равно немножко подтопливать, и ордер у меня никак не выставлялся. Все-таки после того, как я несколько раз выставлял этот ордер и пробовал поймать по первоначальной цене, токены у меня по ней купились. И теперь я уже начал ждать роста цены, чтобы продать их дороже. В этот раз была цена 101 сатоши, и мой ордер выставился, и произошла покупка токенов. Всего я купил 16203 токена лайф. Первый ордер, который я выставил, это на 20% выше цены я поставил 1000 токенов. Я решил, что буду продавать именно лесенкой, повышая процент. Далее я выставил ордер на 40% выше, также 1000 монет. Потом на 60% выше, и на 80% выше, также по 1000 монет. И потом я решил, а почему бы и нет, и поставил на 90% 1000 монет. И 3000 монет я поставил на 100%. После того, как я выставил свои ордера, ордеров на покупку практически не было. Но уже здесь мы можем увидеть так называемое ведро. То есть команда выставляет на откуп специальный ордер. Здесь он стоял на 20 биткоинов по первоначальной цене. Поэтому, если вдруг я бы не продал свои коины, то я бы всегда смог их слить в этот стакан. Время шло, мои ордера еще не срабатывали, но так как у меня были еще монеты, то я решил выставить по еще большему проценту, я выставил уже по 300 сатоши, 2000 монет. И далее поставил ордер на 400 сатоши, на 2000 монет также. И оставалось у меня всего 4203 монеты. Из них я выставил 2000 монет по 500 сатоши. Ну и 1200 монет по 160 сатоши я дальше также поставил. Время шло и начали появляться первые ордера на покупку. Сначала было всего лишь на 101 сатоши, далее на 102 сатоши появились крупные ордера. И потом цена пошла резко вверх. Ну и вот сработал мой первый ордер на 120 сатоши. Он у меня продался по этой цене. И далее у меня начали закрываться и другие ордера. Также закрылся ордер на 40% выше. Далее закрылся ордер на 60% уже и курс все еще продолжал подниматься. Далее я решил отменить тот ордер, что у меня стоял на 100%. И я решил продать эти токены на 90% выше. И на самом деле я зря это сделал, так как цена после этого резко скакнула вверх. И мои ордера на 80-90% сработали. А на самом деле цена доходила до 295 сатоши. Она совсем немного не дошла до 300 сатоши, поэтому у меня остались ордера все еще на 300, 400 и 500 сатоши. Ну и также у меня оставалось еще несколько тысяч токенов, поэтому я их выставил по цене в 230 сатоши. После этого цена пошла немного вниз, опустилась до 153 сатоши. Но я все равно решил, что цена пойдет еще выше и решил подождать. И не зря, ведь мой ордер на 2000 токенов лайф по цене в 230 сатоши сработал и его кто-то выкупил. В это время был опять прострел на 300 сатоши, цена пошла резко вверх. И после того, как мой ордер сработал, она опять пошла вниз, то есть корректировалась. Далее я решил, что в этом SLC все-таки цена не дойдет до 500%, поэтому я решил отменить ордер по 500 сатоши и поставить его по другой цене. И выставил его по 190 сатоши. И сейчас вы можете посмотреть на график, как цена росла, как она падала, корректировалась и далее опять пошла вверх. И вот она доходила практически до 300 сатоши, то есть можно было взять в это время около 300%. Но так как я выставлял ордера лесенкой, поэтому, естественно, у меня получилось поменьше. Но можно было выставить вот одним ордером где-то на 290 сатоши и заработать отличные деньги. Торги продолжались, я не терял надежду, что мои ордера сработают. И я был прав, так как мой ордер по 190 сатоши сработал и цена опять пошла вверх. И дошла аж до 250 сатоши. Я ждал где-то еще минут 10, чтобы цена дошла до 300 и до 400 сатоши, но она туда не шла, она пошла вниз. Но у меня оставалось еще 1000 монет лайф, я решил их не продавать, а вложить в так называемый стейкинг пул. Где можно зарабатывать ежедневно еще и дополнительно токены на свои токены. То есть мы отправляем их в стейкинг и за это нам начисляются дополнительные токены, которые мы можем потом продать. А так как я думал, что цена еще со временем из-за конкурсов, аирдропов и так далее может помпануться, то я решил, что пускай они у меня не лежат мертвым грузом, а я их отправлю под процент в стейкинг пул. В стейкинг пуле мы можем зарабатывать, отправлять на различных условиях, так как у меня оставалось всего лишь 1000 монет, то я смог их отправить только под 6% в день. И также обязательно читайте внимательно условия, потому что у каждого тарифа здесь свои условия по блокировке, по выплатам и по процентам. Ну и самое интересное, то что после того, как я отправил токены в инвест, на этом я смог разработать еще и на конкурсе. Аж целых 50 долларов, об этом я вам чуть попозже расскажу. Прошло где-то еще 10 минут, мои ордера все еще так и не сработали, и я решил их отменить и поставить по меньшей цене. Я выставил их по 199 сатоши, а цена в это время дошла только до 189. Я решил отменить этот ордер и продать в стакан, но пока я делал отмену, цена еще резко подскочила выше, и соответственно мой ордер сработал. Таким образом я продал все свои токены и увеличил депозит в 2 раза. Соответственно, если быть более терпеливым и выставлять по более высокой цене, если вы увидите куда пойдет курс, то можно было поймать и больше, потому что курс уходил на 299 сатоши. Соответственно, можно было увеличить еще больше свой депозит. Но так как я решил не рисковать и меня цена устраивала, тем более я хотел попробовать просто заработать, у меня это получилось и меня это устраивает. Также я отправил токены в стейкинг пул, и стейкинг пул у меня все еще до сих пор работает и приносит мне проценты, поэтому количество моих токенов постоянно увеличивается. Ну и для тех, кто не успел получить токены в SLC, но хочет их заработать, команда проводит специальный airdrop. Все, что нужно сделать, это зарегистрироваться на бирже Coinsbit, ссылку я оставлю в описании. Пройти простую процедуру KYC, упомянуть токен Live на любом информационном ресурсе, в Facebook, Telegram, подписаться на любой из Telegram чатов, чат русский я также оставлю в описании. Для новых пользователей вы сможете заработать 50 долларов в токене Live, для тех, кто уже зарегистрирован 25 долларов, а за приглашение друзей по 5 за нового пользователя, зарегистрировавшегося по вашей ссылке. Также там есть еще и некоторые другие уровни, которые вам помогут дополнительно заработать, но это уже опционально, ссылку на airdrop я также оставлю в описании, поэтому все подробные условия вы сможете там посмотреть. Вот таким вот образом можно дополнительно заработать себе эти токены. Этот airdrop продлится до 30.08, так что у вас еще есть время принять участие, в нем заработать эти интересные токены, продать их потом на бирже уже после 30.08, так как они сейчас будут пока заморожены. В русскоязычном Telegram чате постоянно происходят какие-то интересные конкурсы, и администратор чата выставил условие, что первые 5 человек, которые скинут скриншот того, что они инвестировали в Staking Pool, получат дополнительно себе на счет чек в BTC. И первым среди всех участников по времени инвестирования оказался я и еще один человек, поэтому первый приз в 100 долларов мы с ним и разделили. И администратор чата мне выдал BTC чек, который я активировал в разделе промокод, и соответственно получил еще дополнительно 50 долларов. Но сейчас биткоин еще вырос, поэтому это уже не 50 долларов, а еще больше. Так что обязательно подписывайтесь на их чат, следите за всеми обновлениями, там бывают разные интересные конкурсы, бывает нужно повесить, например, аватар какого-то токена, и за это тоже выдают BTC. Так что там много интересной информации, плюс, когда проходит SLC, они также выкладывают там у себя пост, чтобы вы узнали об этом, и у вас было преимущество перед другими участниками. Ну и также вот что хотелось бы отметить, в тот день, когда было SLC, токен Life максимально стоил где-то 299 сатоши. Это было 17 июля, и токен торговался на бирже, а потом, уже 24 числа, произошел отличный памп. Токен вырос аж до 800 сатоши, то есть те люди, которые оставили себе эти коины и выставили ордер на продажу по отложенной цене, по высокой, и у них этот ордер скорее всего и сработал. И далее, даже после него, еще можно было продать по 322 сатоши, соответственно, выше даже, чем в день, когда проходила самой SLC. Ну и SLC на бирже Coinsbit будет проходить теперь регулярно, а вы теперь знаете, как в нем участвовать и как на нем можно заработать. Ну что ж, вот такой вот интересный способ заработка на бирже Coinsbit, и самое главное, что безопасный. Единственный риск есть в том, что если вы купите не по первоначальной цене или не рядом с ней, а, например, ну уже на большом росте, на пике, и потом не сможете просто продать по вот этой высокой цене. Поэтому обязательно смотрите, как я в самом начале рассказывал, тренируйтесь для того, чтобы поймать по самой выгодной цене, а потом уже продать с эксами. Ну что ж, я думаю, это видео для вас было полезным, я рассказал вам, как зарабатывать на SLC, что это такое, как оно проходит, показал на своем личном примере, показал пару лайфхаков, как быстрее поймать, чем остальные. А на этом у меня все, подписывайтесь на канал, покедово! Субтитры сделал DimaTorzok